Вопросы модернизации рынков города, а также борьбы с теневой экономикой обсуждали в Акимате Карганты. Подробности у Ирины Вобещевич. Тему модернизации и реконструкции рынков города обсудили на совещании с участием бизнесменов и предпринимателей. Еще в июле этого года Аким города поручил предоставить план реконструкции рынков. Если раньше при покупке товара приходилось посещать рынки, то сегодня эти объекты считаются уже в некотором роде устаревшими. При этом на смену приходят современные торговые центры. Устанавившич Назарбаев, цитирую, в Казахстане сотни тысяч неорганизованных базаров, антинесанитария, происходит безобразие. Неужели наши бизнесмены не могут взять это выгодное дело в свои руки? Отдел предпринимательства совместно с владельцами рынков разработали графики строительно-монтажных работ, подробный отчет о которых был предоставлен. Особое внимание городончальник уделил архитектуре будущих торговых домов на месте рынков, их соответствию новым веяниям в строительстве и детальной планировке города. Все, мы стартуем. Поэтому это очень важно для горожан. То есть создание, это новые рабочие места, это создание цивилизованных условий торговли. Потому что на сегодняшний день наши люди достойны. Следующим пунктом совещания стал вопрос соблюдения налогового законодательства лицами, осуществляющими торговую деятельность на рынках города. Предоставленный отчет начальника налогового управления по городу Караганде свидетельствовал о недобросовестности некоторых предпринимателей. И это несмотря на то, что в стране много делается для развития бизнеса со стороны государства, отметил Аким. Есть же представители Алтына Руа. Из 2205 заявленных по паспорту, 193 человека по факту работают. 18 миллионов, которые сказали недопоступлений или 20 с лишним процентов, это в том числе те жалобы, которые в том числе и вы пишите, как жители. Если вы проживаете на улице в частном секторе и просите заасфальтировать кусок дороги, а за счет каких средств можно заасфальтировать эту дорогу, за счет каких средств можно построить дополнительные детские сады, реально от субъектов малого предпринимательства, с учетом введения моратория мы на сегодняшний день начинаем ощущать снижение поступлений доходов в бюджет. О борьбе со стихийной торговлей в городе и о соблюдении миграционного законодательства на рынках заслушали отчет заместителя начальника УВД города Караганды. Аким поручил соответствующим службам продолжить осуществлять контроль на рынках. Рассматривать этот вопрос в разных аспектах, не только с точки зрения незаконной торговли, но и с точки зрения вообще социально-экономической стабильности, которая необходима в том числе и на местах массового скопления людей. На совещании были затронуты такие вопросы, как строительство надземного перехода в районе торгового дома Таир и рынка Алтына-Арба и пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.